Канал Игромания С момента выхода Final Fantasy XV прошло больше года, а Square Enix всё продолжают развивать игру. Стало известно, что в разработке ещё четыре сюжетных дополнения. Информации про них не так много. Точно известно лишь, что одно из них будет посвящено антагонисту Ардена Изуни. Это подтвердил на встрече с фанатами в Москве сам директор проекта Хадзиме Табата. Это будет, скорее всего, эпизод об Ардене. Ещё одно дополнение, скорее всего, посвятят принцессе Лунафрея. Как минимум потому, что в основном сюжете она не часто баловала своим присутствием. Потому персонаж получился нераскрытым, и фанаты этим фактом оказались немного расстроены. Но разработчики всё это время доказывали, что прислушиваются к мнению фэнов и планомерно исправляют все недостатки. Ну а завтра, 6 марта, выходит Final Fantasy XV Windows Edition, которая похвастается наличием не только всех исправлений и добавок, созданных с момента релиза в 2016 году, но и полноценной русской озвучкой. Причём актёров на роли утверждал лично Табата. Просто будьте с ним рядом. Конечно будем. Да, Ваше Величество, мы за принца готовы жизнь отдать. Да, именно так. Также в ПК-версии графическая составляющая была переработана чуть ли не полностью. Разрешение до 8К, новые текстуры, эффекты и симуляции волос, огня и дыма. Словом, компьютерная версия похожа на ремейк. Компания FANCOM, ответственная за Conan Exiles и The Secret World, анонсировала приключенческую ролевую стратегию с пошаговыми боями в духе XCOM. Действие Mutant Year Zero – Road to Eden будет происходить в постапокалиптическом мире, где из-за ядерной атаки человечество стало соседствовать с мутантами. В команде разработчиков Mutant Year Zero – Road to Eden трудятся дизайнеры Hitman и один из создателей Payday. Игрокам предстоит собрать отряд из людей и звероподобных мутантов и отправиться на поиски таинственного Эдема. Легенды гласят, что посреди опасной зоны сокрыт приют, где найдутся ответы на все вопросы. Но чтобы до него добраться, надо справиться с толпами врагов и другими опасностями. Для этого придется использовать не только боевые навыки, но и скрытность. Пока что нас познакомили с тремя членами отряда. Сельма умеет делать свою кожу прочной, словно камень. Бормин с разбега сминает врагов. А Дакс – мастер скрытного проникновения. Но осваивать новые навыки мутантам придется постепенно. Пока что все выглядит так. В безопасном ковчеге герои могут пополнять свое снаряжение и планировать следующую операцию. В каждой новой миссии нас ждет динамический мир, позволяющий находить разные подходы к цели. Используя элементы ландшафта, можно проникнуть во вражеский лагерь и эффективно расположить героев, чтобы получить преимущество в тактической схватке. Mutant Year Zero – Road to Eden выйдет на PC, PS4 и Xbox One в этом году. Точная дата релиза пока неизвестна. Разработчики шутера в жанре королевской битвы Fear the Wolves поделились с изданием Еврогеймер подробностями о своем новом проекте, который должен стать этаким гибридом PUBG и Stalker. В игре, по словам Олега Еворского, будет достаточно хардкорный геймплей с реалистичными перестрелками. Из-за продвинутой баллистики, например, игрокам потребуется высокая точность. Кроме того, разработчики собираются уменьшить угол обзора, чтобы сделать акцент на скрытности и разведке. Обнаружить противников в таких условиях непросто, а потому стоит вести себя аккуратнее. Помимо игроков, по всей территории Чернобыля бродят враждебные NPC, среди которых не только волки, но и мутанты. Часть их будет даже поджидать невнимательных игроков рядом с ценной добычей. Тем не менее, монстры тоже боятся радиации и стараются держаться от нее как можно дальше. Этим при случае можно воспользоваться, если у вас, конечно, есть защитный костюм. Опасность представляют и еле заметные аномалии, присущие в первую очередь серии «Сталкер». Одни могут убить игрока при первом же контакте, а другие будут наносить урон в течение какого-то времени. Одной из главных особенностей Fear the Wolves станет режим наблюдателя, в котором зрители станут чем-то вроде ужасного коллективного разума. Они смогут путем голосования менять в игре погодные условия, к примеру, вызвать жару, поднять ветер или напустить туман на территорию Чернобыля. Напомним, что студия Vostok Games работает над проектом еще с прошлого сентября, а релиз намечен на этот год для PS4, Xbox One и ПК. Но сначала разработчики собираются выпустить шутер в раннем доступе. На прошлой неделе мы рассказывали про игру Call of Cthulhu от студии Cyanide. Изначально этим проектом должна была заниматься украинская компания Frogwares, известная по серии квестов про Шерлока Холмса. Но издательство Focus Home Interactive передало проект французам. Однако разработчики решили не бросать начатое и создать собственную игру по мотивам творчества Говарда Лавкрафта The Sinking City. И вот на прошлой неделе авторы поделились новыми подробностями о своем творении. Мы перенесемся в эпоху ревущих 20-х, оставшуюся в истории как период процветания. Однако бурные годы почти не затронули обособленно расположенный Окмант, основанный в 17 веке. Месту действия авторы игры уделяют самое пристальное внимание и после релиза даже выпустят редактор города в открытый доступ, чтобы игроки могли сами проектировать локации, наполнять их обитателями и создавать квесты. Основой The Sinking City разработчики называют три столпа. Открытый мир, исследование, лавкрафт. Окмант расположен по соседству со зловещими городками из рассказов писателя. Данвичем, Инсмутом и Аркхэмом. А по ходу игры нам предстоит столкнуться с культом Дагона, глубоководными, а может быть и лично с Ктулху. Точная дата релиза The Sinking City пока неизвестна. Утечка Plants vs. Zombies Garden Warfare 3 может выйти уже в этом году. В карточной игре Гвинт появился режим Арена. Релиз Detroit Become Human состоится 25 мая. Игра Wargames от создателя Her Story выйдет 14 марта. Blizzard анонсировала нового героя Overwatch. Бригитту Линдхольм, дочь Торбьорна. В мире существует негласное правило. На любом электронном устройстве должен быть запущен классический Doom. Будь то современный холодильник, клавиатура с экраном или старый телефон. На любом, без исключений. Официальный выход нового Doom на Nintendo Switch подстегнул хакеров обратить внимание на гибридную консоль. И на прошлой неделе твиттер-аккаунт IO Doom 3 опубликовал сообщение об успешном запуске третьего Doom на портативке от большой N. Умельцы работают с исходным кодом Doom 3, который id Software опубликовала в 2011 году, перенося игру на разные платформы. В декабре прошлого года другой энтузиаст уже портировал классический Doom на гибридную консоль, предоставив доступ к файлам всем желающим. Его версия игры не отличалась стабильностью и была полна багов, которых не было на PC. Однако это дает надежду, что вскоре, хоть и неофициально, на Switch появятся все части шутера. Кто знает, может такой интерес сообщества подвигнет Bethesda или Nintendo выпустить ранние части франшизы на гибридной консоли. Команда Road to Liberty опубликовала ролик игрового процесса их версии Fallout 3, которая разрабатывается на базе технологий четвертой части постъядерной франшизы. Проект называется Capital Wasteland. В ролике можно увидеть изменившиеся туннели метро, битву с супермутантом Бегемотом в окрестностях, Вашингтона и личную встречу главного героя с радиоведущим 3DogNight'ом. Работе над проектом стало известно в конце прошлого года, когда его создатели запустили собственный сайт. Энтузиасты планируют воссоздать всю игру, локации, задания и диалоги, на основе новой версии движка Creation Engine, использованной в Fallout 4. С нетерпением ждем. Хотя лично мы предпочли бы увидеть обновленную версию Нью-Вегас. Все-таки она была душевнее и третьей и четвертой частей вместе взятых. Зарубежные фанаты «Звездных войн» очень не любят трилогию приквелов, особенно «Призрачную угрозу» из-за перегруженного сценария, скверной актерской игры юного Джейка Ллойда и, конечно же, из-за Джа-Джа Бинкса. Но даже самые лютые хейтеры согласны, что две по-настоящему крутые сцены в картине есть. Финальная дуэль на световых мечах и гонки на Татуине. Именно сцену гонок воссоздал Алексис Дос Сантас, автор канала Ткел Креэйшнс. Причем воссоздал, кажется, самым оригинальным способом из всех. Мастер собрал работающий игровой автомат из Лего. Внешне он устроен довольно просто. У вас есть болид и пять линий, на которых возникают препятствия. Увернулись, гонка продолжается. Врезались, гейм-овер. Как простенькая восьмибитная игра, только в реальности. Автомат состоит из трех моторов и целых шести тысяч деталей Лего. В нем даже есть звуковые эффекты и дисплей, на котором показываются результаты игрока. Выдающаяся работа. Модели финской художницы Лауре Пелтамаки. Колоритные работы Борислава Кичашки. Картины Елены Беспаловой. Машины войны в исполнении Ника Формана. Товарищи Эллой продолжают демонстрировать свою невосприимчивость к стрелам. Жидкий терминатор на баскетбольной площадке. Ох уж эти зыбучие скалы. Это жираф или гиена? Продается мышь. Пробег 12 тысяч километров. Пробег мыши по коврику. Б.У. Хорсус. Полностью поменена ходовая. Есть мелкие дефекты по корпусу. Торк у капота. Как это у него называется? Торк у колесика. Редактор субтитров А.Семкин.